Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 марта и сегодня я рассказываю вам вот такие маленькие, освещаю нюансы, от которых зависит качество нашей рассады. Я сейчас скажу вот в начале сразу, что многие и в прошлом году, и в позапрошлом году писали, да зачем это два раза пересаживать, переваливать, это мартышкин труд и всё. Да, я согласна, можно просто подкормить рассаду чем-то, что она попрёт, потом полить её вот этими ингибиторами тормозящими, чтобы она стала коренастой. И она может быть на вид, у вас будет такая же, но никогда не поверю, что качество рассады, выращенное в естественных условиях, без всяких там ускорителей или тормозов, равна качеству рассады, выращенной в естественных условиях, так как она хочет, так как ей нужно, так как она любит. Я вот сначала рассказала вам, как я второй раз делаю. Первый раз пикировку, когда с рассадного ящичка рассаживаю пореже, потом второй раз вот пересадку делаю в стаканчики 200 граммовые. И как всегда, каждый год приходят вопросы, почему именно в маленький стаканчик, а не проще ли в большой и всё, забыл о ней. Конечно, это очень-очень просто, но сейчас я вам расскажу, почему я это делаю. Сначала скажу, что специалисты все советуют иметь вот этот промежуточный стакан и высаживать рассаду сначала сюда, а потом сюда. Объясняется это тем, что в каждом возрасте рассада должна иметь определенное количество грунта. Для маленького вот такого сеянца, большой стакан, он не то что не нужен, он даже вреден, потому что, ну вот скажу сначала про воду, это тоже очень важно, а потом скажу основную причину, по которой я сразу в большие стаканы не высаживаю. Конечно, это полив, конечно, это вода. Когда маленькая рассада, у неё маленькая корневая система и много влаги ей не нужно. А когда мы поливаем, хоть снизу полив, хоть сверху, обычно смачивается весь этот земляной ком. Но так как у рассады он ещё не освоен, он без корней, корешок-то маленький, земли много, вода там застаивается и вот наступает вот такой грунт, становится воздухонепроницаемым. Я каждый раз про это говорю и сто раз ещё повторю, что вот этот воздухонепроницаемый грунт – это прекрасная вот такая среда для возникновения болезней. Корневая система не может получить кислород, ей тоже нужно дышать, дышать ей обязательно. И вот очень сложно именно регулировать вот этот режим полива. Польёте вы полный, если этот стаканчик весь ком смочите, он очень долго влажный, ей нужно совсем капельку воды вот этой вот помидорки. И вот если такой стаканчик, она быстро выпьет, осушит эту влагу. А если полкилограммовый, представьте, он будет влажный, стоять, стоять, стоять. Ну, короче, ничего хорошего. Но я хочу сказать про основную причину. Основная причина – это получение качественной рассады. То есть, каждая пересадка вот эта вот сдерживает рост и рассада не вытягивается. Смотрите, когда я высадила вот эту вот для получения раннего урожая в стакан, корней почти не было, конечно. Я показывала, там первые проблески были. Сейчас уже весь земляной ком растения освоила. Смотрите, сколько корней. То есть, после пересадки вот в стакан, оно в первоочередную очередь, в первую очередь бросает вот эту надземную часть и начинает наращивать вот эту вот корни. Все, корни, 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 корни. И на это время, многие даже жалуются, после пикировки остановились в росте. Они не должны расти. И все это время вот эта надземная часть, она вроде даже сильно и не увеличивается. Как только оно займет все это пространство, корни освоят. Вот сейчас у него самое идеальное такое, ну как сказать, соотношение. Как раз корней столько, сколько оно должно иметь. И как раз грунта столько. Все, он сейчас успокоится, томат. Корней наростил полный стакан, земли больше нет не освоенной. И он кинется вот эту вот, ну наращивать зеленую часть. Если бы мы в это время высадили его в грунт, было бы очень прекрасно. У него хорошая корневая система, он бы распустил корни вокруг и начал бы наращивать зеленую часть. Но раз нам еще рано, нам нужно еще раз сделать перевалку в больший объем. Вот я сейчас вместо 200 дам ему 500 миллилитровый стакан. И он снова забыв про свою верхушку, опять начнет наращивать вот эту корневую систему. То есть он будет занят ближайшие там неделю, две опять своими корнями. Потому что поймите, растение не может не освоенный грунт вот так вот просто махнуть рукой. Но есть свободная земля и пусть ему надо занять весь стакан. В результате он нарастит такую хорошую корневую систему, вот полкилограмма вот этот будет полностью корней. И только тогда он начнет наращивать вот это. А мне-то этого и надо. То есть к моменту высадки в теплицу я получу вот такую огромную корневую систему и небольшой вот такой вот сверху томатик. И когда пишут, писала одна девушка, что что делать, у меня уже январский посев, кисть цветочная и все, что с ней делать. Вот только из-за этого я и делаю, как некоторые говорят, вот этот самый мартышкин труд, который помогает получить качественную рассаду. То есть сначала один раз пикирую в лоток. Вот я уже посеяла, взошло. Один-два листа появилось, пикирую в лоток. Все, они немножко тормозят, они наращивают здесь корневую систему. Как только видите, они нарастили корневую систему, они начинают быстро-быстро разрастаться. Их нужно срочно перевалить, пересадить в маленький стаканчик. Для них это все равно немножко стресс, немножко остановка. Он как только придет в себя на второй день, скажет, а земли-то побольше, начну-ка я наращивать корешки. Он будет наращивать, наращивать, наращивать. Все, нарастил, успокоился, скажет, ну вот теперь уже пора и кустик. А я его, хоп, опять в другой горшок, там опять земля. Он опять забудет про куст. Ну и все сначала, то, что я вам рассказывала. Не знаю, понятно я объяснила или нет. Вот только из-за того, чтобы вот это самое главное, можно сказать, причина. Это чтобы вырастить большую корневую систему и немножко затормозить рост надземной части. Из-за этого рассада получается качественная, сильная. Потом, возможно, вот эти вот, которые для суперраннего урожая, я уже говорила, возможно, я буду еще по два в маленькое ведерко пятилитровое. Тогда уже получится, что на каждый томат по два с половиной килограмма грунта. И когда я их потащу в теплицу, понесу, у них уже будет такая корневая система, которая будет, обычно у растений возникает, после высадки в грунт через целый месяц. То есть это будут готовые растения. Вот в прошлом году так и получилось. Я их только высадила. Они сразу начали вот цветы цвести, сразу начали плоды завязываться. То есть это взрослое растение, сформировавшееся, с корневой системой, которая способна уже и сформировать плоды, и нарастить вот этот куст верхний. Все. Надеюсь, это все, конечно, я распинаюсь, вот так вот разжевываю. Для тех, кто это не понимает, может быть, он хочет как-то сделать качество рассады своей выше и получить урожай пораньше, но он не понимает серьезности вот этих всех манипуляций. Действительно, казалось бы, зачем? В один лоток, потом и второй лоток, потом в стаканчик, потом в больший стаканчик. Не проще ли сразу? Зашли они, раз рассадил по большим стаканам, пусть они сидят. Вам проще. Им нет. Давайте их интересы тоже будем соблюдать. И тогда они вам ответят большим урожаем, и вообще будут красивые, будут такие вкусные, и не будут обижаться за то, что мы их съедим. Все, до свидания. Желаю вам всем успехов в огородничестве. Главное узнать все досконально, понять вот до каждой мельчайшей такой. И не обязательно, некоторые меня все отсылают к этому, к белорусскому биологу, и не обязательно быть доктором наук. Я больше чем уверена, большинство опытных огородников, которые получают огромные, богатые урожаи, они не имеют биологического образования. Это и учителя, и разные, даже парикмахеры, все, ну любые профессии. Главное любить землю, любить растения, знать, что они хотят, и дать им, постараться дать им самоотверженно трудиться. То есть свои интересы мы во вторую очередь соблюдаем, а интересы растения в первую, это и есть самоотверженный труд. Да, я буду их переваливать 3-4, если им надо будет 5 раз, им это нужно. Они потом меня наградят. Все, до свидания. Желаю всем успеха, главное любовь, упорство, трудолюбие, и не надо нам докторской степени.